Первые соревнования по шортреку в новом сезоне собрали около ста спортсменов. Конькобежцы впервые размялись после летних сборов и вышли на лед спорткомплекса СКК имени Блинова, чтобы протестировать подготовку и форму. Приехал Приморский край, Челябинская область, Екатеринбург, Новосибирская область. Также участвуют наши омские спортсмены. На протяжении четырех дней шортрекисты преодолели предварительные забеги, сражались за место в полуфинале и финале на дистанциях 200, 300, 500 и 1000 метров, эстафете на 2 километра и суперфиналах. С гордостью новый сезон может открывать омский спортсмен Павел Ситников, выигравший все дистанции за исключением суперфинала на 1500 метров. За лето не потеряли форму? Нет, ну, скорее всего, набрал, только технику чуть-чуть потерял. И второй этап сейчас Кубка России у нас будет, к нему готовимся. Настойчиво претендуя на призы, на пятки, а мячам наступали челябинские спортсмены. Конькобежцы проявили свою технику и скорость в мужской и женской эстафетах и не остались без медалей. Скромно свой результат оценила 16-летняя Екатерина Павлова. Несмотря на первое место, она собирается поднажать в подготовке к российским соревнованиям. Я ждала от себя большего. Ну, видимо, подготовка к соревнованиям была не настолько серьезной. Ну, и я выступила как бы не так, как ожидала. Я вот приеду и буквально меньше, чем через неделю поеду на второй этап России. Ну, это отбор будет на мир. По итогам зонального первенства по шортреку на пьедестал не раз поднимались воспитанники Омской конькобежной школы. Чемпионскую кампанию им составили спортсмены из Челябинской области и Приморского края. Все они вскоре отправятся в Тверь, где пройдет второй этап Кубка России по шортреку.